КИА СПОРТЕЙШ 2.4 объем, мощность чуть-чуть меньше 148 лошадок Тоже шестиступенчатый автомат И передний привод, так что битва будет Абсолютно равная и надеюсь Интересная и неожиданная Интерьер КИА СПОРТЕЙШ Конечно, особых претензий не вызывает Сделано здесь все качественно Аккуратно, красиво С претензией на дизайн И некоторое сходство с моделями Порше Причем это наблюдается и снаружи Ну и внутри тоже Центральная консоль, такая вертикальная Очень напоминает кое-что о Порше Что у нас здесь есть? В такой средней комплектации уже Кнопки управления функциями на руле Телефон, стереосистема Круиз, контроль На центральной консоли Тут только управление, по сути, климатом Подогрев передних сидений, рулевого колеса У сидений ступенчатый подогрев У рулевого колеса Вкл, выкл Есть порт USB Еще две розетки Одна прикуриватель Есть такой довольно вместительный бокс-подлокотник Экран сенсорный Вот разрешение так себе, конечно, на уровне планшетов середины 2000-х годов Ну, во всем остальном хорошо Кресло регулируется по высоте в больших диапазонах По длине тоже Вот, ну, при максимально отодвинутом Вот у меня нога еще полностью все-таки не вытягивается Но зато сзади остается прилично место Рулевая колонка по высоте в вылету Тоже в приличных диапазонах регулируется Ну, и каких-то претензий серьезных к эргономике Ну, я предъявить не могу, потому что все нормально Кресла, ну, кресла, да, они не спортивные такие Для обычной езды Можно сказать, даже немножко аморфные Но вполне удобные для человека Там, любой комплекции, в общем-то Ну, и о качестве материалов В Kia, в любой комплектации, в любой версии Будет мягкая часть передней панели, верхняя Черная, с отделочкой такой под кожу Ну, а вот этот вот непонятного цвета Пластик, он такой очень жесткий И, ну, причем он не выглядит дорогим Как-то, вот, мне не нравится И он слишком сильно контрастирует с черными элементами Но, опять же, это дело вкуса и дело комплектации Руль обшит кожей натуральной, тонкой, но немножко скользкой Ну, и здесь у нас такая комбинированная отделка кресел Искусственная кожа плюс ткань Ну, и, пожалуй, на этом все За интерьер можно поставить твердые 4,5 балла из 5 И за эргономику примерно такие же оценки Банальная вещь, но театр начинается с вешалки Автомобиль начинается с ключа зажигания Вот если закрыть эмблему Geely То, ну, вряд ли кто-то догадается Какой, от автомобиля какой марки Этот ключ, он такой солидный, увесистый Такой хорошей формы Здесь все-таки пластик, но очень похож на настоящий алюминий Вот уже даже немножко поцарапалось все это Но все равно ключ солидный, приятно держать в руках Но это в автомобилях с бесключевым доступом Этот ключик можно держать в руках Двигатель заводится и глушится кнопкой Ну и, соответственно, подходишь к автомобилю, тянешь за ручку Замки разблокируются И это первое приятное впечатление от Geely Atlas Дальше, в этой комплектации пластик передней панели жесткий Но есть он и мягкий Честно говоря, я такого разделения не понимаю Было бы лучше, если бы даже в базовой версии он был мягкий Ну и вот эта вот отделка дверей тоже Там, где в Kia она мягкая, здесь все жесткое И там, где зона для локтя водителя, можно сказать Она здесь обшита такой мягкой кожей Интересно, что водительский стеклоподъемник работает в автоматическом режиме на опускание А на подъем кнопку нужно держать Хотя, на наш взгляд, логичнее сделать наоборот Но, возможно, это сделано для того, чтобы, когда вы закрываете окно, не зажать пальцем Попробуем, есть ли тут вообще система Закрывает Нет, здесь нет защиты от зажатия Поэтому тогда вот такое решение выглядит логичным Посмотрим на экран мультимедийной системы Очень похож, кстати, на экран Kia и разрешением, и размерами Тоже он сенсорный Да, графика здесь немножечко с китайским колоритом таким Где тут выход? Geely Link есть даже Можно соединиться с мобильным телефоном Ну и работает все это не очень быстро То есть, вот каждое нажатие кнопки Вход в меню какой-то Это с небольшой задержкой Такой полусекундный-секундный Проходит Если говорить об интерьере в целом То есть здесь намек на какой-то дизайн На то, что старались кто-то сделать такое не похожее на других Хотя моментами очень напоминает Passat B6 вот этой вот широкой алюминиевой накладкой Через всю переднюю панель Это пластик, да Но он сделан под такой, как анодированный алюминий Очень удачно, кстати, имитирует На самом деле не сразу можно догадаться, что это пластик Честно говоря, мне нравится вот этот подъем центральной консоли Центрального тоннеля Вот такое единое целое Здесь есть карманы небольшие для каких-то мелочей Для телефона водителей и пассажиров Или еще для чего-то, в принципе, удобно Ручник у нас электрический здесь С электроприводом Есть система Auto Hold Кнопка отключения ESP Вот регулировка зеркал спрятана В зоне не очень удобная Обычно как-то привык видеть эти вещи на дверях Так как зеркалами часто не пользуешься То, в общем-то, не особо это и важно Но есть клавиши управления стереосистемой и круиз-контролем на рулевом колесе Кстати, сам руль вообще классный очень Обшит кожей такой грубой немножко Но она зато не скользит в руках Шов здесь такой очень заметный Такой бежевой ниткой Здорово выглядит Панель приборов откровенно простовата Дисплей-борд компьютера на ней монохромный С таким своеобразным шрифтом Но в дорогих версиях мы знаем, что здесь есть полностью виртуальная панель приборов С очень нормальной графикой Вот есть бокс-подлокотник тоже В середине он, кстати, маленький, очень маленький Но в нем есть такой же маленький USB портик Про удобство посадки скажу Скажу только хорошее Потому что вот с моей комплекцией такой Не самой плотной Мне сидеть очень удобно Вот единственное, что может быть Хотелось бы чуть-чуть длиннее подушку Кресло сделать, чтобы больше была поддержка у бедер Но, честно говоря, и так хорошо Регулируется кресло по высоте Конечно же, по высоте регулируется Причем подняться можно вообще куда-то вот аж под потолок В принципе, если опустить сидение полностью То все равно остается ощущение такое Что немножко высоковато Можно было еще чуть ниже Некоторые любят погорячее, а некоторые пониже Вот так и здесь С моим ростом я в любом положении кресла вижу кромку капота В Kia Sportage можно опуститься так, что ты капота не видишь Будешь сидеть как в легковом автомобиле Ну, обратим внимание на огромные зеркала С очень хорошей картинкой Камеры заднего вида у нас здесь нет Но в дорогих версиях Geely Atlas предусмотрено до четырех камер Но, опять же, отметим такие дизайнерские штучки Которые повсеместно встречаются в интерьере Geely Atlas Это вот такой своеобразный узор просто Он присутствует на подрулевых рычажках Он присутствует вот на каких-то вставочках на дверях На сетке динамика точно такой же узор Очевидно, что над интерьером работали европейские дизайнеры Которые вот знают толк как раз вот в таких мелких деталях Мелких штучках Которые вот как-то характеризуют автомобиль с лучшей стороны Из недостатков интерьера отметим Большие зазоры между дверной картой Между дверью и передней панелью Но, честно говоря, этим сейчас грешат уже многие именитые европейские производители Поэтому в недостатке мы бы это записывать не стали Это просто такая особенность Я бы, наверное, сказал технологическая именно сборки Kia Sportage Здесь нам все привычно, все давно знакомо Кое-что нравится Кое-что нет Нам повезло найти машину с передним криводом, автоматом И двухлитровым мотором Мощность двигателя у двухлитровой Kia даже больше, чем у 2.4 Geely Atlas 150 против 148 Конечно, разница небольшая, но есть И крутящий момент 195 ньютонов Автомат тоже шестиступенчатый Так что будем считать у нас паритет по мощности И вообще там тяга и энерговооруженности Динамику технические характеристики обещают 11,2 секунды разгона до сотки Но, в принципе, для переднего привода автомата и кроссовера нормальный вариант И в городских условиях, при движении в городу В принципе, претензий к связке автомат и двигатель никаких нет Есть у автомата ручной режим И вот здесь еще можно выбирать Drive Mode По большому счету их только два Стандартный режим И вот включить спортивный Тут же поднялись обороты Коробка перешла на ступень ниже Ну и такие реакции на подачу газа становятся более острыми Машина отзывчивая Вот, знаете, действительно очень похожа на спорт И самое приятное Есть в Kia Sport, знаете, такое ощущение Какой-то воздушной легкости в управлении Она отзывчива на нажатие педали газа Очень легкий руль такой практически невесомый Но при этом, конечно, обратная связь могла бы быть и получше Но, в общем-то, привыкаешься Все-таки электроусилитель, как ни крути, не дает таких ощущений Да, как старый добрый гидроусилитель, хорошо настроенный Вот, всегда в электроусилителе присутствует какая-то искусственность Ну, есть небольшие запаздывания, конечно При таком рваном ритме езды С разгонами, торможениями Вот, коробка чуть-чуть не успевает за водителем С обзорностью все неплохо Но вот сочетание широкой стойки И вместе с таким треугольничком черным Где крепится зеркало Оно создает такую довольно большую слепую зону Зеркала крупные, широкоформатные, можно сказать Через них отлично все видно Ну и плюс камера заднего вида Причем разрешение у него такое довольно слабенькое Честно говоря, даже вот в нашем Renault Captur Разрешение камеры, ну, раза этак в два минимум лучше Причем даже ночью картинка такая не становится сильно пошарпленной Но зато здесь есть динамичные линии разметки Которые подсказывают, в какую сторону крутить руль при парковке Что с настройками подвески у Kia Sportage? Ну, очевидно, что автомобиль предназначается для европейского рынка Для хороших дорог и, соответственно, настройки тоже ближе к европейским Подвеска короткоходная Не скажу, что она жесткая, но все-таки настраивали ее, скажем, в угоду управляемости А не комфорту на плохих дорогах Поэтому через лежачих полицейских Kia Sportage перепрыгивает с такими стуками По мелкой гребенке тоже наблюдается такая вибрация по кузову Но такие средние неровности, в общем-то, фильтруются довольно хорошо Ну, вот сейчас мы в вялотекущем таком ритме едем по городу И, опять же, связка автомат-мотор работает отлично Коробка переключается практически незаметно Переходы с передачи на передачу Ну и про звукоизоляцию Пока не начинаешь крутить мотор больше 4000 Все хорошо Возможно, хотелось бы чуть лучше изоляции колесных карок Но, в целом, ситуация вполне нормальная Ну, вот сейчас попробуем выкрутить двигатель На уши давит, хотя сам по себе звук не назовешь неприятный Но он довольно громкий и начинает давить на уши Поэтому, наверное, это единственная претензия такая к звукоизоляции будет Проезжаем неровности Такие спрятанные в асфальте ливневые решетки Вот их Kia Sportage проезжает с такими заметными стуками и звуками Ну, и это при том, что установлена уже довольно мягкая и высокопрофильная зимняя резина Ну, такой совсем уж дискомфортный По две скупки Kia Sportage я бы не назвал Да, у нее просто свои особенности настройки Когда едешь по хорошей дороге Ну, а таких у нас, в принципе, наверное, большинство То, в общем, никаких претензий Крены я бы назвал такими среднестатистическими Не сказать, что машина в повороте просто как влета едет Но крены ощущаются, но они небольшие Вот старт с места, с педалью газа в полу По спинке кресла, конечно, не размазывает Шумит, но едет Да, если охарактеризовать все ощущения от езды на Kia Sportage То возникает почему-то вот именно слово легкость Как-то даже в какие-то моменты перестаешь ощущать Что это относительно крупный кроссовер Все-таки высокий И ездишь на ней, как на обычном легковом хэтчбэке Мы замерили уровень шума при скорости 100 км в час У нас получилось примерно 63 дБ Ну и при интенсивном разгоне, когда стрелка тахометра Уходит до максимальной отметки до 6000 оборотов Мы намерили 75 дБ В принципе, звук двигателя, не назовешь его неприятным Но он довольно громкий и на уши давит на высоких оборотах Но что касается уровня шума при движении Вот с постоянной скоростью 100 км в час С этим все в порядке Автомобиль довольно тихий И я бы сказал, что ни один из шумов не доминирует Все они такие сливаются в один общий фоновый шум И ни один из них не выделяется И не раздражает ту зло Для напряженных обгонов динамики немножко не хватает Причем даже на незагруженном автомобиле Если будут ехать 4 человека, да еще с багажом Вот этот недостаток мощности будет еще более заметен Но в целом, когда выходишь на обгон Все-таки возможно либо в ручном режиме заранее понизить передачу До необходимой Ну, либо педаль газа в пол Можно в спортивном режиме, чуть быстрее происходит все И выходишь на обгон Но надо понимать, что динамика не сумасшедшая В спинку кресла не вжимает Поэтому все это иметь в виду и делать запас Заходим на разворотную петлю Ложимся на крыло Крены есть, они такие некритичные А скорее предупреждающие о том, что вот После того, как подвеска выберет свой ход Начнется скольжение передних колес Передней оси Вот можете сами услышаться Двигатель на разгоне Довольно ощутимо Если говорить об управляемости в целом То она такая очень нейтральная Без огонька, без какого-то задора Правильная, с небольшой нехваткой информативного усилия на руле Электроусилитель можно было настроить Как-то подочнее, поинтереснее Ну, как есть Ну и что, я думаю, пора нам ехать Вот, кстати, вам система Auto Hold Даже когда стоишь в режиме Drive И отпускаешь педаль тормоза Автомобиль не катится Опять же, это очень удобно и безопасно Если где-то в пробке вы отвлеклись Там отвернулись назад И бывает, нога просто вот Как-то соскакивает с педали тормоза Автомобиль не тронется с места Нужно нажать на газ И тогда поедем Спинка регулируется здесь ступенчато Причем нужно потянуть фиксатор просто А в Kia нужно крутить барашек У каждого из этих способов Есть свои поклонники Почитатели И наоборот Те, кому не нравятся Такие схемы Ну, это уже тоже дело привычки Да, интересно, что рабочий объем У двигателя Джили Атлас больше Но при этом мощность Даже чуть-чуть меньше Ну, что вряд ли мы это почувствуем Ну и Kia Sportage у нас уже после обкатки 10 тысяч километров автомобиль прошел Мы взяли его у частного лица Юра, большое тебе спасибо за автомобиль Вот, а Джили Атлас у нас пока еще Без обкатки, без пробега Поэтому Возможно и мотор не вышел На всю свою мощность Поэтому будем снисходительны При оценке динамики Ну вот пока субъективно Уровень шума Примерно такой же Как в Kia Может быть Может быть даже И тише Ну вот на полосе разгона Педаль газа в пол И очень неспешно Очень Такое ощущение, что мотор Просто вот не хочет раскручиваться Неохотно набирает обороты Причем Педаль газа в полу Но Самое время Скинуть пару передач вниз Но автомат этого не делает Он разгоняется В пределах До передачи Вот на которой Нажал на газ Это странно Вот сейчас мы вышли На 100 км в час И будем мерить Уровень шума До 60-61 Падает Уровень шума в салоне Да И сейчас Три кикдауна Три кикдаун Конечно 71 То есть очень хороший результат Мотор действительно Работает Тихо Но Наверное опять же Почему тихо Потому что Он не докручивает Как минимум Тысячу оборотов Друзья Поэтому И такой результат Но Я думаю Что Будь он более оборотистым И Стрелка Такометр Доходил До 6000 Наверное Вот как раз По уровню шума Автомобили И сравняется В трассовых режимах Джили Атлас Это само Спокойствие Невозмутимость Плавность И мягкость На скорости До 100 км в час 90 100 В салоне Тишь И благодать Просто Изумительно Только вот Наверное Шум за окном Шуршание шин Легкое И вот Дорога влажная Это вот тоже Влияет на уровень шума Но Изумительно Изумительно Для китайского Автомобиля И я скажу так Что Что Даже По ощущениям Здесь тише Чем в Kia Sportage Во всяком случае При интенсивных Разгонах Здесь Свук мотора Не так Настойчиво Проникает в салон И не так настойчиво Давит на уши Наверное Основная претензия Которую мы бы Предъявили Джили Атлас Вот на трассе Это Слабая динамика Когда ты выходишь На обгон Мотор Такое ощущение Просто Очень неохотно Раскручивается Прям Ну не хочется Ехать На высоких оборотах Попробовали мы Разгон В ручном режиме И что оказалось Во первых Коробка переключается Самостоятельно При достижении Максимальных оборотов И теперь Главный сюрприз По вам Максимальные обороты Здесь 4700 Если разгоняться На второй передаче И если на третьей До отсечки То переключение Происходит При 4900 Может быть 5000 оборотах Предположений У нас Два Либо таким образом Искусственно ограничили Мощность Двигателя На отметке 148 лошадиных сил Хотя с такого Объема Как вы понимаете С 2,4 литра Можно снять Гораздо больше 170 Это такой Средний показатель По современным Меркам И второй момент Возможно Там как-то На период обкатки Обороты двигателя Ограничены Но вот Нам показалось Что именно Из-за этого Нюанса Автомобиль Так неохотно Разгоняется Потому что Как нам кажется Потенциал Все-таки У мотора Есть Поэтому Вот с обгонами На трассе Придется Как-то смириться С тем Что делать Их нужно Производить Обгон С большим Запасом По скорости То есть Разгоняться Немножко заранее Чтобы автомобиль Набрал вход И потом Обгонять Ну и здесь Тоже руль Не блещет Информативностью Хотелось бы Чуть больше Обратной связи Но с другой стороны Вот Именно Та ипостась В которой Предстает Джили Атлас Это Комфорт Тишина Спокойствие Вот Такое Рулевое управление В общем-то Гармонирует С Общим характером Автомобиля Но в целом Впечатления От Джили Атлас Остаются Положительными Когда ты Пересаживаешься Из Киа Спорт Ишь в него У тебя нет Ощущения Какого-то Что Тебе подсунули Какую-то подделку Да То есть В нюансах Может быть Автомобиль Там Где-то Чуть Менее активно Управляется Хотя и Киа В этом отношении Не идеал Да Но У него У него просто Совершенно Другой характер Он более мягкий Спокойный И размеренный По сравнению С Киа Вот если Киа Сравнивать Например С Форд Куга Каким-нибудь Да То кажется Что Киа Будет Очень спокойной И мягкой Но Вот Тем Кто любит Размеренное движение Джили Атлас Мне кажется Подойдет Просто идеально Ну что ж Джили Атлас Сзади радует Думаю Что пассажиры Не останутся В накладе Во-первых Мне нравится Геометрия Посадки Здесь Хотя Может быть Чуть-чуть Стоило бы Спинку Наклонить Назад Но Никаких Регулировок Спинки По углу наклона Здесь Не предусмотрено Места для ног Как видите Хватает С огромным запасом Колени В принципе Не достают До спинки Переднего кресла Есть карманы Есть небольшая полочка Для мелочей Радует Отсутствие Практически Полное Центрального Тоннеля То есть Даже третий Пассажир Здесь будет Сидеть удобно Не напрягаясь Есть полноценные Дверные ручки За это Большое спасибо Причем Вот ручки Открывания двери Расположены В грамотной зоне Не нужно Выворачивать кисть Как в некоторых автомобилях Бывает То есть Абсолютно естественное движение И толкаешь дверь Очень удобно И грамотно К сожалению Подлокотника Здесь тоже Не предусмотрено Пока сложно сказать Будет ли он В более дорогих комплектациях Отметим Что места над головой Тоже хватает С запасом Ноги свободно Размещаются Под Подушками Передних сидений Тоже хорошо Ну и все Пожалуй На этом Все удобства Заканчиваются И можем отметить Еще что В топовых версиях Есть Подогрев Задних сидений И пожалуй Это все удобства Для задних пассажиров В Джили Атлас Наше традиционное Измерение Рулеткой И намерили мы По ширине Салона Сзади 150 сантиметров Пожалуй По запасу Пространства Для ног Задних пассажиров У Джили Икия Паритет Здесь тоже Можно высоко Поднять Переднее кресло Под него Помещаются Ноги Они могут Быть Собуты Даже В огромные Валенки Есть Карманы В спинках Передних сидений Но здесь Спинка Отделана Жестким Пластиком И Голени Упираются В жесткую Поперечину Кресло Не очень Приятно На самом деле А в Джили Как раз Там Это Поперечина Отделана Мягкой Тканью Нет полноценных Дверных Ручек Но Ручки Открывания Расположены Тоже В удобной Зоне Есть Клавиши Подогрева Сидений Заметим Что это Далеко Не топовая Комплектация Киа Спортедж Опять же Отметим Наличие Двух Розеток Одна Служит Для зарядки Мобильных Устройств Это Просто USB Порт Ну и Вторая Стандартная Розетка В виде Прикуривателя Есть Здесь Подлокотник С подстаканниками Это Удобно Центральный Тоннель Чуть Чуть Выше Чем В Джили Атлас Но В принципе Тоже Среднему Пассажиру Мешать Не Должен И Не Будет Ну и Отметим Что Есть Регулировка По углу Наклона Спинки То есть В максимальном Положении Можно Вот так Откинуться Ну И Пожалуй Скажу Что Форма Заднего Дивана У Киа Чуть Лучше Потому Что Спинки И Упирается В поясницу Выдавливает Ее Вот здесь Такой Проблемы Нет С другой Стороны Все Зависит От Индивидуальных Особенностей Строения Тела То есть Кому то Понравится Такой Вариант Кому то Второй Здесь Ну Темный Потолок Штука Интересная Но Давит На голову Но это Опять же Особенности Комплектации Это Не Недостаток И Недостоинство Так Ну и Традиционный Замер Наш В Джили Напомню Мы намерили 150 Сантиметров По ширине Салона И Визуально Глядя на Автомобили Снаружи Кажется Что Джили Атлас Немножечко Уже Чем Кия Но Вот Узнаем Коснулась Ли Это Салона У Кия 151 Сантиметр Всего Всего Лишь Один Сантиметр Разницы В ширине В пользу Кия Я думаю Что это несущественно И на удобстве Пассажиров Никак не скажется В любом случае Три пассажира Здесь сядут Но наверное Не самой такой Плотной комплекции И в целом Если подводить итоги То наверное За удобство Задних сидений Мы поставим Равные оценки С небольшим Перевесом В сторону Кия Потому что Здесь уже Есть подогрев Задних сидений И подлокотник Но Пока еще не Определены Окончательные комплектации На Geely Atlas Поэтому Тут еще Стоит посмотреть Как оно будет Возможно В каких-то версиях Geely Эти вещи Тоже появятся О багажниках Начнем с хорошего У обоих автомобилей Есть электромагнитные кнопки Которые разблокируют Дверь багажника Ну а теперь О плохом То есть Geely Atlas Багажник у него Декларирует Объем 320 литров Похоже Так оно и есть И обратите внимание На Ну просто Огромную Погрузочную высоту Не каждый Здоровый белорус Перекинет в такой багажник Мешок картошки Ну а если Перекинет То влезет Это не очень-то и много Зато Посмотрите Огромное Подполье Собственно Вот наверное В этом и прячется Секрет того Что основной Объем Такой Относительно Небольшой 320 литров Если Достать запаску Она кстати Здесь неполноценная Но при желании Влезет и полноценная По высоте Места хватает Вот если Достать То в общем-то Наверное Литров До 450 Объем Точно вырастет Так что Несмотря на Меньший Изначальный Объем Все-таки Я думаю Что Всякой полезной Дорожной мелочи Туда можно накидать И она не будет Занимать Основное пространство Багажника Есть Есть розетка На 12 вольт Есть Мягкая шторка Ить Ить Вот Попал Кстати написано Что класть на нее Никакие предметы Нельзя Есть риск того Что при торможении Он прилетит в голову Водителю Или пассажирам Ну и Складываются Спинки сидений Вот таким образом Ну и образуется Не совсем ровная С небольшим наклоном Грузовая площадка Но вполне удобная И вместительная Так А что же у нас Киа Спортэйдж Киа Спортэйдж Объем 491 литр И похоже Что это действительно так При этом у Киа Тоже есть Огромное подполье В котором хранится Полноразмерная Запаска И по краям Можно напихать Еще кучу полезных Белочей Спинки сидений Тоже складываются В соотношении Два к трем При складывании Спинки образует Ровный пол С вот таким вот Небольшим Небольшим Подъемчиком Но все равно Тоже все очень правильно И грамотно Ну и Наверное Все вот Кстати Кстати Розетки то в багажнике И нет А на самом деле Штука вот Мелочь Но она бывает Очень нужна По опыту Своему личному знаю Ну и еще Обратим ваше внимание На высоту Открытия Дверей багажников Если в Киа Даже такой высокий Водитель как я Там метр восемьдесят шесть Может спокойно зайти Под дверь багажника То В джили В джили Как вы видите Такая проблема Существует Туда не помещаешься То есть приходится Ну вот если вот так сделать То да Встаешь Но когда выходишь Придется голову Пригибать Тест на плохие дороги Мы решили Проверить Вот на такой разбитой Грунтовке Очень Скорость для обоих Автомобилей Двадцать километров в час И посмотрим Как из них Кто себя ведет Сначала Киа Спортейш Уй Уй А вот такая тряска Приличная И чувствуется Краткоходность Подвески Вот Хотя Вот такие ямки С округлыми краями Она отрабатывает Неплохо Чувствуется Что запаса Энергоемкости У подвески Нет То есть Если ехать Быстрее То уже Все это Перейдет В серьезные Удары Джили Атлас На разбитой Грунтовке Я скажу так Что Подвески у него Явно более Длинноходные У него больше Раскачка Получается На ямах Но И запас Энергоемкости Чувствуется Гораздо больше В всяком случае Все удары От ямок Приходят В таком Очень Смягченном Скругленном Виде Поэтому Для Белорусских Сельских Дорог Джили Атлас Чудесно Просто Приспособлен Еще Один Заезд Да Можно Даже Смело Ехать Быстрее Вот Тут Вариант Когда Больше Скорость Меньше Ям Подвеска Работает Довольно Тихо Очень Очень Хороший Вариант Кстати Если вы Заметили А может Даже И не Заметили По качеству Картинки Что Мы Опять Пользовались Для съемок Вот Таким Вот Видеорегистратором Тире Радар Детектором Неолайн 9100 Кстати Вот В автомобиле Который нам Предоставили Для теста Киа Спорт Установлен Точно Такой Же То есть Народ Уже Прочухал Тему И Понимает Что Это Такое Ну Опять Же Скажем Да Классная Картинка Жестовое Управление Да Все Это У него Отлично Функционирует Все Работает Вот Поэтому Будем пользоваться Этой штукой И в дальнейшем Она действительно Помогает нам И в съемках Ну и опять же Когда мы снимаем Какие-то Скоростные проезды Лучше все-таки Быть предупрежденным А значит Вооруженным Ну что Вы готовы К неожиданности? Итак Объявляем Победителя нашего теста Это Киа Спорт Эйдж Объясним Почему На самом деле Разница между ними Минимальная Белорусско-китайское Произведение Искусства Джили Атлас От Киа Всего Полшажочка Полшажочка Но Вспомните Как долго Прогрессировали Корейцы У них на это Ушло Наверное Лет 20 Пока их Автомобили Стали Признавать На уровне Со всеми Европейскими И обратите Внимание Как прогрессируют Китайские Производители Поэтому Я думаю Что Вот этот Вот эти Полшажочка Джили пройдет Очень быстро И уже В следующем Поколении Автомобили Вполне Себе Сравняются Ну а пока Можно сказать В чем Лучше Киа По большому счету В мелочах В каких-то Блохах Которые Можно найти В интерьере Где-то В поведении На асфальте Если же Подходить Глобально К сравнению То По большому счету Автомобили Действительно Равны Ну и конечно Вот этот Косяк С тем Что мотор Не развивает Обороты Он мешает Нормальным Обгоном на трассе Мешает Нормальной Динамике Наверное Вот это Самый Самый Главный Недостаток Джили Атлас Ну а что касается Киа Спорт Эйж То это Нормальный Хороший Качественный Переднеприводный Кроссовер С адекватно Работающим Автоматом С таким Крутильным Веселым Мотором На котором Можно ездить Каждый день Поэтому Очень много Будет решать Цена На Джили Атлас Обещают Во-первых Очень сладкие Кредиты Они могут Склонить Чашу весов В его пользу Ну а разница Между базовыми Комплектациями Порядках Двух Тысяч Долларов Но при этом Отметим Что в базе У Джили Не хватает Подушек Безопасности Их всего две Надо шесть Не хватает Электропривода Зеркал И не хватает Кнопок управления Стериосистемой На рулевом колесе Вот без этих вещей Он выглядит Слишком голым За такие деньги Да Базовый Спартрейдж Стоит на две тысячи Дороже Но у него Все эти вещи Есть Друзья В комментариях Вы часто говорите О том Что мы Беларусы Постоянно Хвалим Своё И сейчас Мы объясним Почему Вот там У меня За спиной Видите Автозак На каждой съемке Он следует За нами Если мы Говорим Что-то не то О беларусском Продукте О беларусском Автомобиле Мы окажемся Не в салонах Этихмажин А там